МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Приветствую вас в Академии занимательных наук. Прежде чем мы начнём нашу программу, я бы хотел задать вам один вопрос. Наверное, вы помните, что в истории человечества были каменный век, бронзовый, потом наступил железный. Ну а сейчас? В каком веке мы живём? Сейчас. Даю подсказку. Посмотрите внимательно вокруг. Что нас окружает? Линейка из пластмассы, ручка из пластмассы, даже часы из пластмассы. Мой ноутбук сплошь пластмассовый. Я не могу сейчас, я веду программу. Да, вот мобильный телефон. Пластмасса. И какое после этого можно подобрать название для нашего времени? На мой взгляд, наш с вами век смело можно назвать веком пластмассы. А теперь я читаю письмо. Письмо Нади Верниковой из Одессы. Здравствуйте, дорогой Дмитрий Иванович. Расскажите, пожалуйста, как появилась первая пластмасса. С удовольствием, дорогая Надя, я тебе и всем ребятам об этом расскажу. И так жил в 1869 году в Америке некий человек, которого звали Джон Уэсли Хьянт. Кстати, профессиональным химиком он как раз и не был. Просто увлекался химическими опытами по вечерам после работы в типографии. И вот однажды попала Джону в руки газета, в которой было написано «Фирма Филан энд Коллендер за 10 тысяч долларов готова купить патент на новый материал для изготовления бильярдных шаров». Условия. По своим свойствам материал не должен уступать слоновой кости. Джон обратил внимание на открытие англичанина Александра Паркса, который семью годами ранее синтезировал необычный материал из нитроцеллюлозы. В результате своих экспериментов Джон разработал способ промышленного производства первой в мире пластмассы и запатентовал его название «Целлулоид». Кстати, фирма «Филан энд Коллендер» не признала целлулоид пригодным для производства бильярдных шаров и не выплатила Джону обещанную премию. Но я думаю, что он не расстроился, потому что он вошёл в историю как производитель первой в мире пластмассы, которая дала возможность развитию двух замечательных искусств фотографии и кинематографа. Это сейчас мы с вами пользуемся цифровыми фотоаппаратами. А совсем недавно ваши папы, мамы, бабушки и дедушки снимали и снимались аппаратами, для которых нужна была фотоплёнка, друзья мои. Вот она. Так вот, первая фотоплёнка была сделана на основе целлулоида. Спасибо, мистер Хьяд, за прекрасные часы, которые, благодаря вашему изобретению, человечество провело и проводит в кинозалах. Сейчас, конечно, изделия из целлулоида редко встретишь, вследствие его пожароопасности, если вы помните, мы с ним экспериментировали. Но вот шарики для настольного тенниса до сих пор делают из этого жёсткого, но упругого материала. Пишет нам Никита из Читы. Уважаемый Дмитрий Иванович, хочу узнать, из чего делают пластмассу. Ну что ж, я с удовольствием об этом расскажу, Никита, потому что мы сегодня как раз примерно об этом говорим. Но сначала давайте, друзья мои, выясним, а что же такое пластмасса? Пластмассы, они же пластические массы, они же пластики, это органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения. Полимеры. Ну, что такое полимеры, я вам уже рассказывал, напомню ещё раз. Вот, например, молекула воды. Её атомная масса 18, она небольшая. По сравнению с ней молекула глюкозы, у которой атомная масса 180, кажется очень большой. Но если сравнить молекулу глюкозы, молекулу виноградного сахара с молекулой полимера, то она покажется просто крошечной. Вот уж кто настоящие гиганты, посмотрите. Вот такие вот длиннющие цепочки, состоящие, кстати, из фрагментов именно глюкозы. Это у нас природный полимер цивиллоза. Кстати, само слово полимер образовано от греческих слов «полис» – много, и «мерос» – часть. Они содержат от тысячи до нескольких миллионов атомов. Их относительно молекулярную массу нельзя выразить определённым числом. Мы можем только указать какие-то пределы. Гигантские молекулы полимеров образуются из так называемых «мономеров». Небольшой молекулой, состоящей всего из нескольких атомов. Мономеры, они вот как камушки в бусах, цепляются друг за дружку и составляют длинную-длинную цепочку макромолекулу. Эти макромолекулы могут представлять собой прямую линию, могут собираться в клубки или даже в сети. От того, как соединяются бусинки-мономеры в молекуле, и от формы молекулы, зависят физические свойства полимера. Например, у нас есть пластмасса, молекула которой собрана в клубок. Просто собрана. Витки этого клубка ничем не скреплены между собой. Придерживаются друг друга с помощью слабых межмолекулярных сил. Как бы сказал мой дедушка, держатся на честном слове. Что же произойдёт, если такой полимер нагреть? Слои молекулы легко сдвинутся относительно друг друга. При этом пластмасса станет мягкой, расплавится, да? Смотрите, они же не сцеплены, они двигаются. Такую пластмассу можно заливать в любую форму. И такие полимеры называют термопластичными или просто термопластами. При нагреве они расплавляются, а при охлаждении затвердевают. Вот, например, всем вам известный полиэтилен относится как раз к термопластам. Вот с ним-то мы сейчас немножко поэкспериментируем. Отрежем небольшой кусочек. Откладываем в сторону. Зажигаем спиртовку. Так, берём ненужную ложку. Будьте осторожны, ложка нагреется, поэтому лучше её держать там пассатижами. И начинаем греть. Так, ну вот он уже начал плавиться. Но наша задача расплавить его совершенно. А, кстати, полиэтилен, как любой термопласт, не меняет своих качеств от нагревания. Я могу его переплавлять вновь и вновь. Ну вот он весь расплавился. Теперь я попробую его окрасить. Вот смотрите, у меня тут есть стержни от шариковой ручки. Вот я немножечко возьму красителя. И выдавлю сюда. Так. Теперь перемешаю это хорошенько. Ну а застывать мы его оставим на кусочке мрамора, который я предварительно покрыл такой смазкой, чтобы этот пластик к мрамору не приклеился. А ну вот сейчас он застынет, и у нас получится такой медальончик. Или пуговица. Как пожелаете. О, вот, кажется, наш полиэтиленовый медальончик застыл. Да? Ну, красиво получилось. Но, в принципе, это можно снова переплавить. А вот с пластмассами, состоящими из молекул сеток, вот такой фокус не удастся. Давайте посмотрим. Длинные цепочки полимеров соединены такими мостиками. Да? А что такое мостики? Это химические связи. Разрушить их не так-то просто. Они, конечно, могут разорваться при очень высоких температурах. Пластики, состоящие из таких молекул, называют термореактивными, или просто реактопластами. Реактопласты получают из синтетических смол, которые, затвердевая, превращаются в стеклообразные полимеры. Ну вот, например, у меня есть тут вот такие вот образцы искусственной смолы с насекомыми внутри. Самую первую в мире синтетическую смолу получил в 1872 году немецкий химик Байер. Смешав формальдегид и карболовую кислоту. При нагревании эта смесь превращалась в твёрдое нерастворимое вещество, которое дальше уже не плавилось. Правда, Герр Байер не нашёл применения своему открытию, только через 35 лет бельгийский исследователь Лео Бакелан разработал промышленный способ получения этого вещества, которое назвал бакелитом. Я думаю, что про бакелит я как-нибудь сделаю целую передачу. Дело в том, что эта вторая по счёту пластмасса, которая была изобретена в мире, сильно обогнала первую. Объёмы производства бакелита по сравнению с целлулоидом были в сотни в тысячи раз больше. Эта пластмасса сразу же стала очень популярной. И, кстати, именно из неё делали бильярдные шары. Её окрашивали обычно в чёрный цвет или под цвет дорогих сортов дерева. Ну, не знаю, дерево, может быть, не очень получалось, но так или иначе, очень хороший прочный материал. Любые приборы помещали в корпус из бакелита. Телефонные трубки. Реактопласты выдерживают достаточно высокие температуры. И все на свете штепсельные розетки, вилки, электрические выключатели изготавливали из бакелита. Сейчас его немного потеснили материалы на основе силиконов, но о них речь в нашей следующей передаче. Вообще, мы ещё не раз вернёмся в бескрайний и интересный мир полимеров. Ну что ж, давайте прощаться. Не забудьте, я жду ваши письма с вопросами. Присылайте их по адресу Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставляйте свои вопросы на нашем сайте. До новых встреч! Всегда ваш Дмитрий Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова